Начали объезд с осмотра городского парка. В минувшие выходные прошло торжественное открытие объекта после капитального ремонта. В городе завершились работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. Новые тротуары, внутриквартальные проезды, автомобильные парковки, подходы к подъездам, детские игровые элементы. Так теперь выглядят обновленные дворы. Есть несколько замечаний по производству работ. Глава поделился приблизительными планами на следующий год. Пока предварительно это Коржановского 1, Коржановского 8, 9, это улица Горького 33, 34, 35, Ухтомского 4, 5, 6. Пока предварительно считаем, смотрим, какие возможности у нас будет бюджет в следующем году, чтобы выполнить все работы, навести в этих дворах порядок. Также мы уже определили для себя план по ремонту дорог, но о нем мы расскажем чуть позже. В ходе объезда глава дал поручение компании Мосавтодор. Это уборка канавы между проезжей частью и пешеходным тротуаром. Есть замечания по содержанию центральной улицы Советской, начиная от въезда в город от Стелла, Электрогорск, до памятника Классона по мусору в канавах, на обочинах, на автобусных остановках. Я думаю, что Антехнадзор нам поможет в этом направлении. Особое внимание обратили на состояние контейнерных площадок. Глава поручил представителю регионального оператора Харти более ответственно отнестись к вывозу мусора. Ряд недочетов был выявлен в части содержания теплотрасс. После проведенных работ необходимо провести благоустройство территории. По словам представителя компании Мосэнерго, заявка в подрядную организацию направлена и в ближайшие дни благоустройство на участке будет восстановлено. Кроме того, по линиям теплотрасс разбросан мусор, его нужно убрать. Много замечаний предъявлено к состоянию входных групп и прилегающих территорий магазинов, офисных и производственных помещений. Недочеты, выявленные во время предыдущего объезда, учли не все предприниматели. Здесь уже подключается административный надзор. Смотрели очень много территорий. Здесь акцентировали внимание на содержание детских игровых площадок. Были некоторые замечания. Они взяты в работу эксплуатирующими организациями. Исполнение мы взяли на контроль. Существует несколько вопросов к содержанию объектов теплосети по улице Горького 1 и Ухтомского 4. Также установлены сроки для устранения нарушений. Исполнение будем контролировать. Хочу акцентировать еще внимание на содержание прилегающих территорий объектов торговли. Сейчас с учетом обильного листопада прошу предпринимательское сообщество более внимательно контролировать уборку своих прилегающих территорий. Напомню, что штрафные санкции там начинаются от 50 тысяч рублей. Настоятельно рекомендуем не допускать в этом части нарушений для того, чтобы наш город был чистым, чистым, ухоженным, благоустроенным. Детские площадки также на особом контроле. Управляющая компания «Электрогорск» в ежедневном режиме осуществляет осмотр, техобслуживание и ремонт. Отметили, что на улице Советской в аварийном состоянии находится информационный щит. Его установят в кратчайшие сроки. На улице Некрасовой сейчас идет устройство резинового покрытия на детской площадке. Завершается установка последней детской площадки. У нас Ленина 66-64. Там эти работы в ближайшие дни будут завершены. Ведется подготовка наших муниципальных бюджетных учреждений, управляющих компаний «Электрогорск» и дорожное хозяйство к подготовке к зимнему периоду. В этом году идет закупка песко-соляной смеси и реагентов, для того, чтобы наш город можно было содержать в зимний период. В связи с распространением COVID-19 усиливаются защитные меры. В связи с этим проверили, как соблюдается масочный режим на городском рынке. Очень рад, что он там соблюдается. Все посетители в масках, все продавцы в масках с бейджиками, есть антисептики у каждого торгового места. Это очень радует. Сейчас самое главное, уважаемые жители «Электрогорска», соблюдать масочный режим, беречь себя, заботиться о своем здоровье, здоровье своих близких, родных, не допускать халатного отношения к мерам безопасности. Вы видите, какими темпами наступает COVID. К сожалению, в нашем городе тоже есть прирост, и среди наших знакомых также есть заболевшие. Поэтому не нужно думать, что нас это не коснется. И у нас с вами есть две жизни, что так пренебрежительно относиться к здоровью, в первую очередь к своему здоровью, к здоровью своих близких. А также самая главная у нас задача – это сберечь зону риска наше старшее поколение. Пожалуйста, по возможности соблюдайте режим самоизоляции и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok